так ладно площадь драйкерса давайте посмотрим что тут за инфу еще раз здорово здорово всем подошел так ну чё-то как бы особо тут ничего не вижу кроме еще раз дворец волфлей да вблизи он еще сильнее впечатляет он построен на небольшом холме включая его шпиль он высотой сто восемьдесят аджу адж что делать его самым высоким зданием в империи само собой он конечно даже рядом не стоит с башней оркис который является самый высокий размере 250 адж вам больше не нужно беспокоиться о том что я расстроена короче то что у нее бомбит она который у меня такое чувство как будто я к саму историю прикасаюсь как будто само здание обладает индивидуальностью курт сам не просто я тут подумал о том что охрана тут действительно все хорошо никаких зазоров как и ожидалось от специального отряда обороны спец отдела спец отдела обороны та же самая униформа которую мы видели возле школ для девушек да а так как в прошлом дворец сохранялся национальной армии но после гражданской войны и распустили и собственно обязанности обороны взяли на себя спец отдел обороны все члены этого отдела является экспертами в 100 типов боевых искусств чего это современное боевое искусство которое приняло регулярной армии да это что-то вроде бы гибрида между стилями арсейд и ванда значит он просто называется стоит 100 типный короче странная на зоне мой отец и господин арсейд является фундаментом собственно этого стиля и они его и преподают в каком-то смысле их более чем достаточно выполнение этой роли куртку ребята а вот чё тут все забыли а точно наши области тут пересекается же ну да верно доброго вам дня седьмой класс простите что мы помешали вашему осмотру достопримечательностей это часть нашего задания вообще-то ну судя по тому что мы видели вы были очень очарованы дворцом и на него смотрели однако уже много еще уже было сделано уже полдень да мы идем своим темпом вы похоже тоже хорошо стараетесь со своими обязанностей общественной безопасности о точно разве не двое-двое как раз пришли с принцем во время тренировках на солдатах механических эйда как же она меня бесит тоже как и все они знаете по моему цвет вот этой униформы взят вот этот черный с красным таким образом чтобы он бесил позвольте мне еще раз представиться я эйда из первого класса фриц понятно я фриц из первого класса приятно познакомиться инструктор шварц ну да на фрица похож а принц что они сами и ваш инструктор тоже его величество и инструктор занимается другими обязательствами в городе безданностями они послали нас чтобы мы выполнили наши задачи отдельно понятно ну эх вы все прямо все преданные собачки эй прекращай ну ладно как продвигается ваше расследование если вы заметили что то не против поделиться с нами конечно ну у нас как бы кратко рассказали что мы видели понятно да это все чего там всех шепчетесь да не простите мы просто удивлены тем что вы так мало сделали у нас довольно много обещающие зацепки этим утром были найдены и мы думаем что добьемся каких-то результатов до окончания дня но это все из-за того что мы не отвлекаемся на запросы обычных гражданин то есть вы пытаетесь нам сейчас тут объяснять как мы должны проводить свою спецтренировку да и ой простите мы просто истину говорим что вы что мы занимаемся этой деятельностью в одном и том же городе и с точки зрения выгоды у кого самые собственно лучшие результаты да сложно все снимет да банально будет наверно сказать это мне но могу не согласиться с ними мы так легко просто не отступимся так ладно ладно ребят успокойтесь у первого класса первый класс делать все по-своему как они должны путь дружественное соперничество это хорошо но не соревнования и не особо правильно обеспокаивается только агентов что в городе а что есть какие-то другие источники опасности я просто говорю о том что нам стоит рассматривать ситуацию со всех углов ну вы случайно не натыкались на что-то связанное с обществом с северной амбрии ну понятно спасибо вам за ваше предупреждение как я ожидалось это инструктор ирина ну и ладно зато мы хорошо поели ага а они нет бугага да походу я слишком сильно на их провокацию подалась со всех углов говорите похоже становится все жарко да у вас ваше величество что собаковод пришел да и ну здравствуйте не ожидал что мы встретимся здесь ваше величество у вас тут какой-то спор что ли нет никаких проблем вы уже позаботились о своих делах да это касалось празднования праздника в последний день ну что ж возобновим нашу деятельность по общественной безопасности да ваше величество они жирно ли им блин они по лимузину на лимузине ходят а мы пешкарика на трамвае сраны как же я хочу им вмазать да все таки иметь дела с республикой оказалось сложнее чем мы думали если вы столкнетесь с ними пожалуйста будьте осторожны увидимся будем молиться вас за ваш успех юна сгорит через один два три ай блин да ну на так мы идем пешком и на трамвай да у них тоже бомбануло особенно у юны ну мы стараемся как можем так что давайте просто продолжим свою тренировку так что у нас дальше так ну у нас запрос что из айпадрома поступил а также у нас еще есть дополнительный запрос главной улицы ну в других областях я думаю тоже возможно ситуация изменилась а давайте тогда смотрим город а потом на айпадром так ладно давайте этот доп квест найдем и где мой гвоздь что за гость а вы ребят а шину пробить хе 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 да я хорошо вы пришли сюда из-за запроса что вы видели да похоже у вас что то связанное с орбал связи можете нам детально все рассказать да на самом деле вот это только вчера было мне сообщили что мне сообщили что состояние узлов связи из окружающих заведений плохое они как бы не полностью сломаны но сильно шумят шумят значит проблема не самим устройством что ли больше похоже на то что что то в окрестности есть что оказывает негативное негативное влияние на коммуникационную связь я надеюсь что вы все сможете разобраться с этим сигналом для меня что то я не особо догоняюсь ли честно значит нам придется использовать особое оборудование для измерения сигнала да ну на самом деле у вас уже есть это все ваше аркус 2 имеют возможность обнаружить да имеет возможность обнаружения высоких сигналов что правда в руководстве я ничего не видела касательно этой функции это расширенная функция для инженеров она была указана в каком то другом руководстве короче для инженеров как я понимаю ну короче Титасан должна быть очень в курсе об этом ну тогда и будет легко тогда мы сможем его использовать чтобы найти источник аномалии да вам придется по всей по всей внешней области собственно провести измерения возможно займет какое то время но тем не менее это сильно мне поможет так если я приму этот квест какое то время я не смогу ничего делать понятно это квест хорошо ставьте на нас завечательно ну тогда пожалуйста взгляните на меню вашего аркус 2 да да я уже открыл вот тут ну понятно я даже не знал об этом режиме да это похоже действительно режим специально для инженеров ну да ну да а ну да точность измерения очень высоко Если волны сильно колебаются Это означает, что там какой-то сбой сигнала Да, все-таки Arcus 2 более развитая модель, чем я даже думал Я так вам завидую Ну да, они действительно очень удобны Ну, в обмен, может мы получим какие-нибудь хорошие Orbal-технологии от вас Ну что ж, давайте начнем поиск Вы подождите, пожалуйста, тогда Как мы найдем что-то, мы сразу сообщим вам Вернуться сюда, верно? Да, прекрасно будет, рассчитываю на вас Ой, хорош Ну что ж, тогда приступим к делу Так, нам нужно прочесать этот район, верно? Ну, короче, да, настройки уже получены, все довольно легко измерять Так что давайте медленно, но и аккуратно пройдемся по области Если что-то заметишь Какой-либо момент, дай знать тогда Хорошо, тогда я буду брать заметки результатов Ну что ж, вперед Так Можно использовать нашу FL2 Понятно Короче, используйте его на основной улице Мне прямо самому придется, да? Так Орвень шума 102 Нормально Значит, в пределах сотни это нормальный диапазон, да? Да Поэтому нам нужно сейчас найти области, где он выше 113 Хм, тут уже стало больше Недостаточно Недостаточно 139 О, красный, 192 О, в этом месте очень большая довольно Так Имперские хроники Может сюда вообще? Еще зайдем Ну, погнали Так Пойдем туда внутрь Нет Нужно еще поизучать Нет, ну тут он хороший Странно, нас не пускают Сейчас проверим в эту Нет, тут все очень хорошо Эй, ты твою ж, я автомат поставил случайно Так, мы уже повсюду прошлись Да, действительно Да, и собственно Точка больших помех Что мы обнаружили Да, это здание имперских хроник Тогда пойдем внутрь проверим, что ли Да, пошли Так, имперские хроники Вот мы на месте Да, судя по Ну, нашему измерению Тут больше всего Значения было Так, позвольте мне Объяснить им ситуацию Да Звучит уместно Может быть стоит уведомить ТМП и разведотдел Короче Объяснили ситуацию Внутри еще проверку сделали Она была еще более большая И таким образом Под столом был найден Какой-то маленький микрофончик Что ли Это даже микрофон Короче, штука И сигнал был Вызван Да, все-таки микрофончик Был вызван Как раз из-за Сигнала отправки Этой штуки Учитывая характер Находки Они сразу же вызвали ТМП А Рин и ученики Вернулись В Warble мастерскую Ох, вы сильно помогли Подумать только Это микрофон шпионов был, да? Никогда не подумал Да, такого рода устройства Обычно так не продают И нигде не купить Верно? Ну да, они вообще не особо продаются Как бы Так я слышал о том, что Подобные Да Подобные устройства Подпольно продаются Возможно Для Военных целей Военных целей Не похоже на то, что Разведка бы использовала А, нет Похоже на что-то, что Разведка бы использовала Не могу отрицать Хотя в этот раз Я сомневаюсь, что Они замешаны Возможно Они были Установлены Группы Которые соперничают С разведотделом Империи Если подумать Ну, давайте Запомним Эту возможность Думаю Теперь Дальше Со всем разберется Возобновим Нашу миссию Нашу миссию Да Ну, это уж точно Сильно обеспокаивает Ну, все, что мы можем сделать А пока что ждать Отчеты Ну, в любом случае Думаю, в этом районе Теперь Связь станет нормальной Снова Большое спасибо за помощь Окей Ну, все Мы закончили Сапквистом Нужно идти дальше По основному Так Ну, пока что Нужно Закупиться Так А где Магазин оружия Так Тут можно Броньками Кстати Кстати Этот тоже Надо бы Вот он Я знаю, что он где-то здесь Упомнил название Так Ну, че Оп 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 О Сразу идем и не заапгрейдим и не заапгрейдим и не заапгрейдим Блин, у меня этих материалов мало Ага. Хм. Надо достать материалом. Креново. Видеи не продаются, я видел где-то. Ну, не помню где. Подарок для Эммы. Для ГАЭСа тупо. Так, ок. Продолжение следует. Расставили почти все бабло. Расставили почти все бабло. Расставили почти все бабло. Вот и ипподром, эта площадь такая огромная. Это круглое здание айпподрома, да? Да, это собственно айпподром японских скачек Эмидару. Этому зданию уже больше двухсот лет. Кроу и Анжелика Сэмпай очень часто тут приходили. Знаете, мне всегда было интересно это место. Никогда не думал, что будет время, когда я приду сюда. О, а это букмекерская контора, да? Никогда не видел таких прямо раньше. А ты действительно много знаешь об этом. Ты же знаешь, что несовершеннолетним не запрещено играть в азартные игры. Че? Таково правило. Ты не сможешь туда зайти даже. Че серьезно? Так, это ипподром. А что вот это за белое здание? Это вилла Солейл. Это тут, короче, бассейн и общественный онсен. Там еще есть какой-то исторический салон, который очень любят гражданские. Звучит классно. Я понимаю, конечно, вас, но у нас сейчас нет времени на это. Давайте вместо этого будем ждать с нетерпением праздника солнцестояния. Я думаю, что мы вряд ли найдем там полезную информацию. Неспокойной ночи обнимаем. Верно. Так что давайте продолжим дальше поддерживать гилдию и разведотдел. Ну что ж, погнали на ипподром. Хорошо. И как только тренировка будет завершена, мы с вами пойдем в виллу Солейл. Слышь, а ну хватит уже, я тебе реально... Мюзи Сан такая же, как и всегда. Намек понят! Намек понят! Блин. Мюзи, который постоянно ищет повода тебе завалить. Юна, который постоянно бомбит. Алтина, которая постоянно с покерфейсом. Можно так сказать. Это просто прекрасно. Эш, который высказывает мысли многих людей по поводу многих событий. Кучка старых пердунов. Сейчас его пенетрирует. Ну, она, я думаю, наоборот. То, что она хочет, чтобы ее пенетрирули на самом деле. Но не важно. Так. Давненько не сэвились. Ничего себе! Сейчас у меня 9.23, я сэвились в 7.3. Неплохо так. Для тех, кто не верит. Ну, вот он. 21. Так. Гфлейм. Ты с нами что? Как сегодня? Допоздай. Если да, то еще интересное будет. После Кисеки, может быть. Есть пару планов. Тогда устану. Ну, пока что я не устал. У меня полно сил. Так что продолжаем. Так. Наш запрос, собственно, отсюда. И, собственно, апподрома. Скачек. На лошадях. Как только мы встретимся с тем, кто дал запрос, мы больше не сможем идти. Нам больше ни о чем не нужно позаботиться сперва, перед тем, как туда пойдем. Верно. Если есть, то давайте убедимся, что это сделано. А потом вернемся. Ну, так что. Погнали. Короче, понятно. Впереди сюжет. Понятно, чехлы. Понятно. Ай, стоп. Я только что совился чуть-чуть. Ну, знаете, привычка видеть такие моменты сразу. Сначала зайти посовиться. Так, да-да, я понял. Все, вперед. Я заотглядился, все нормально. Готов. Ну, все окей. Эх, господи. Идти на, собственно, скачки. И не имеют возможности сделать ставку. Эш, сам. Не ведите себя, как больной неудачник. Ладно, погнали внутрь. так и после того как арина собственно со всеми попал внутрь и я не встретились кем нужно и объяснили зачем они здесь пока у 32 как близко были друг друга да хорошая гонка мне нужно сделать ставку на следующие скачка вижу все тут прямо тут все так захватывающий действительно сейчас какая-то дружественная атмосфера даже несмотря на то что это азартная игра да это изысканное занятие для дворян и даже королевская семья тоже наблюдает за этим они все очень осторожно тут и сохраняют хорошие манеры ну это какой-то отстой так однако все весь постанал сейчас очень сильно занят так гости займите свои места и пожалуйста подождите пока следующая гонка не закончится если вы не против да не особо вовремя мы понял мы тогда будем здесь ждать принять примите наши искренние извинения я на вам знать как только будет время так что увидимся понятно ну что посидеть подождать ну чем займемся ты но главная гонка вот-вот будет поэтому думаю у нас нет времени вы уйти отсюда потом вернуться опять ну тогда просто подождем здесь ну тогда давайте сядем где-нибудь и будем наблюдать как и какой отстой тупо смотреть на скачки без покупки без того чтобы сделать ставку сперва а вы уверены что мы не можем есть на самом деле больше способов если знать как сделать ставку чего нет ну нафиг вот точно инструктор живо что-то сделать а то есть чуть не забыл то есть вы хотите чтобы я взял вам собственно специальные билеты для ставки я понимаю что подобное именно имеется ввиду что подобное я не знаю как это работает ребят я никогда не был уточнить я проходил мимо скачек и это видел но никогда не делал ставки и так далее так что я не разбираюсь терминах и как там все работает стоит ли нам действительно занимают играть в азартные игры посреди тренировки ну куртку она разве тебе хоть немного не интересно ты ну каком смысле это часть нашей тренировки вот так собственно и просирает потом все бабло на скачках ставка требует использование предварительных знаний проигноризирование непредвиденных обстоятельств но если честно я немного сама заинтересованы алтина ладно ладно я купю куплю один только так я сам выпустился совсем недавно так что никогда раньше делал скачки так что я был сильно не делал большие надежды наставил мы нибудь даже не будем лишь один это че за отстой господи ладно посмотрим насколько у нас инструктор хороший ну я думаю что вы очень хорошо разбираетесь и волосы шедях инструктор раз мы все-таки решили это сделать то сделать хорошую ставку хорошо похоже это будет вызов интересно мне придется самому все делать или на автомате будет ладно посмотрим на шансы всех на основной гонке так лумбер блиц 1.2 блэк принц 1.4 кайзер дайс 2.7 учусь и лэнд арстер 3 1 и аринова блоун 10 понятно чем ниже множитель тем выше процент стоп наоборот ладно послушаю соберу немного информации туда аудитории затем пойду делать ставку как а и мы и и и и и и и и и Как насчет вот той лошади, которая вот сейчас в конюшне. Она давненько не выходила, кстати. Вы не против немного покататься на моей лошади? Если вы настаиваете. Так, теперь вы можете ездить на лошади какого-то Ницца с конского клуба. Можете использовать ее на основной дороге. Чего? Окей, ладно. Так, стоп. По-моему, это не совсем то, что мне нужно было, не? Это, короче, просто так. Не обращайте мани. Это игровая особенность. Наш клуб верховой езды состоит из профессиональных... Как этих ножевых наездников. Это так. В Нинц. И Кайзер Дайс. Это наш самый сильный фаворит в этом году. Который, собственно, управляет как раз Ниц. Да, он великолепен. Он действительно очень хорошо преуспевает. Я внимательно слежу за ним как тренер. Кайзер Дайс. Это у нас лошадь третьего номера. Ну, кажется, спокойный, несмотря на то, что вот-вот начнется гонка. Должна быть такая у него личность. Ну, так интересно, что у него все-таки с амбициозностью. Так, я вижу, упустил многих. Какие люди! Так, моя любимая лошадь. Это четвертый. Лэн Арстер. Сам. И единственная причина, все из-за того, что моя дочь фанатка прямо. Это потому, что Лэн Арстер настолько мил. Он из селской местности, но он такой умный. Да, и даже наездник из той же деревни. Что и эта лошадь. Так что мне нравится их, скажем так, местная преданность. Жакея. Спасибо. Так. Хотя тут уже используется райда. Так что именно. Наездник из той же деревни. Ощущая эту сильную связи у него с лошадью. Из-за этого они могут быть довольно сильными. Да, это довольно все интересно. Они должны показать хороший результат. Ух, а вот и он. Лумбер Блиц. Румбер, он очень хорош. Он быстрый, прямой. Когда он в прошлом году дебютировал. Он просто выиграл приз нас в фестивале Солнцестояние. И в этом году он лучший кандидат. Так что все ставим на Лумбер Блиц. Так. Лумбер Блиц. Номер один. Гошадь. Видишь, что он довольно мускулист. Я прямо ощущаю его силу. Я понимаю, почему он любимчик многих. Черный Принц действительно хорош в том, чтобы создавать разрывы между другими и ним. И когда он в хорошем состоянии, никто не может его победить. Однако сегодня, кажется, он своей тарелки чувствует. Так что он может стать лучшим. Так, второй номер, значит. Черный Принц. Вот эта лошадь. Он выглядит как действительно хорошая лошадь. Уверен, что шанс у него тоже хороший. С точки зрения шансов, он на втором месте. Что, можно сразу же ставку? Так, здравствуйте. Основная гонка сейчас вот начнется. Если вы хотите сделать ставку, то вам стоит эта сделка, может, скорее. Ну, это мой первый раз, так что я просто так испытываю удачу. Ну, тогда в таком случае просто выберите лошадь, которую вы думаете, что имеет самые большие шансы выиграть. Один билет, тысяча мира. На какую лошадь вы бы хотели поставить? Окей, на какую я бы хотел поставить? Вы издеваетесь? Сохранился вы. Хорошая идея. Так, окей. Сохранился вы. Ах. Трудно сказать, если честно. Трудно, трудно. Ну, исходя, что мы слышали, как беды. Так, ну я перечислил, Лумбер Блиц, это у нас первый. Я не помню шансы. Так, Блэк Принц, Кайзер Дайс, Лэнд Арстер и Риноблом. У него 10 было. Ну, давайте поставим на 10. Что скажете. Я не помню точно, это у первого 1 и копейки было, а у последнего 10. Остальных я не помню. Надо их пересмотреть. Ну, не знаю. Надеюсь, с того, что я слушал, я не... Ну, да, вот пишите вы тоже за пятый, тоже за последний. Десятикратная ставка. Ну, ладно. Давайте рискнем. Я не знаю. А кто-то вот за второй вариант. И еще один за второй. Мнение раздели и все-таки. Ну, большинство за пятый, так что... Да если что, загрузимся, окей? Берем, значит, четвертый. Ну, что ж. Тогда удачи вам. Так. Ну, ладно. Мы решили вместе. Посмотрим. Посмотрим, кому повезло больше. Кто нас везучий сегодня? Эй, эй. Ты че? Хочешь проигрыша, что ли? Ну, я, конечно, не слишком уверен. Но, знаешь, я тут немного все, так сказать, поизучал. Ну, это просто первая проверка, так сказать. Но было бы неплохо, если бы мы выиграли все-таки. Ну, надеюсь, что что-то будет. Основная гонка на сегодняшнем мероприятии вот начнется. Всем желающих посмотреть на гонку, просим занять свои места. Похоже, скоро начинается. Ну что ж, погнали, найдем хорошее место. Ну че, ребят, держим кулачки. Так, окей, лошади все выстроились. Всего на линию старта. Сегодняшние главные гонки принимают участие. Номер один, Ламба Блиц. Блэк Принц номер два, короче. До фестиваля состояния осталось три дня. Но давайте устроим свои взгляды на сегодняшнюю гонку и посмотрим, что у нас тут сегодня будет. Так, и они начались. Лидер у нас Лумбер Блиц. Ланда Арстер очень сзади. Чёрный Принц и Кайзер Дарс, короче, тоже неплохи. Я не успеваю это читать. Так, Риноблум. Тоже, короче, включился в гонку. Но интересно, какие же результаты нас ожидают. Так, на первом повороте, на первое место до сих пор Ламбер Блиц. Самый близкий к нему на хвосте находится Чёрный Принц. Я, да. Самому комментировать легче, чем читать. Японский переводите ещё. Так. Хорошо, вот сейчас последний участок будет. Ну, как минимум, выглядит довольно всё интересно. То, что всё-таки выиграет. К сожалению, тонок, на котором поставил инструктор, в плачевом состоянии. Ну да, похоже, такими темпами. Чего? Это... да ну. О, смотрите. Риноблум впереди вышел. Блэк Принц и Ламбер Блиц. Тоже... Пытаются, но, как бы, да. Сейчас остались на первом месте Ирину Блум и Ламбер Блиц. И... Сможет ли он это сделать? Или не сможет? Еееей! Так. Поведитель Риноблум. Да, наш, короче, старый солдат сделал это. Блин, я с ним не поговорил, кстати. Так. Первый номер. Первое место. Он победил. Да! Хорош! Риноблум. Я даже думать не мог, что он выиграть. Это плохо? Расстройство или как? Инструктор, вы же на пятый и поставили, да? Да. Ну, там... Множитель был на десять. Так что мы выиграли тысяча мира. Блин, нужно было ставить больше. Ну, какого черта? Вы только один сраный билет, блин, купили. Эх, мы могли бы сорвать большой куш. Ну, это же был просто проверкой. Таковы и являются азартные игры. Да-да-да. Оправдание, гляд. Всего лишь. Ну, сама гонка была интересная. Так что и так это неплохой результат. Ага. Так сказать, хорошо убили время с пользой. О, ребята. Ну, жизненно, да? Ладно. Да, что у нас тут? Ничего себе. И удивлен видеть, что вы, ребят, посреди своих тренировок, ставки тут делаете. Угол. Майор. Лектор. Значит, вот здесь были, да? Тебе действительно нравится постоянно ходить по пятам, да? Ну, я кое-что касательно работы делаю. Ну, результаты 5-1-2. Какой интересный финиш был. А, ну, типа пятый, первый, второй. Может быть, мне бы побольше бы ставок делать? Вы смогли угадать топ-3? Значит, вы можете... А можно сделать ставку на топ-3? Ну, если это сделать, наверное, выигрыш будет очень большой. Да, вы такой же, как и всегда. Ну, так, ваша работа связана с этими шпионами или как? Ну, а, как будто спрашивать надо. Да, я никогда бы не подумал, что будет так трудно их поймать и вообще-то. Похоже, у них есть какой-то козырь, который мы даже себе не можем представить. Козырь. Вы всегда любите глубокий смысл, да? Разве это не связано с той информацией, к которой у нас есть доступ? Если это окажется правдой, я дам вам знать. Ладно, я тут фигней пострадал-то уже слишком много. Директор. Директор. Глава разразлится на меня. Майор Арундор. О, окей. Я уверен, что у отдела разведки есть очень много теорий о них, верно? Например, какова их цель? Уничтожение, разрушение? Или же просто сбор информации? Изначально мы ставили 50 на 50 на обе возможности. Но пока что сильно это не изменилось. Сейчас у нас 3 на 7 соотношение. Да, но какая сторона и сколько? В порядке, которым их озвучила Мюзи-сан? Ну, это конфиденциальная информация. Так что... Сорянь. Если что-нибудь случится, я свяжусь с вами. Ладно, удачи. Старайтесь и изо всех сил дальше. Увидимся. Какая задница. Да, и по-моему, ему это нравится. Хотя, может и нет. Мюзи. Мюзи. Хотя нет, тут фраза так построена. Мюзи, слышь? Мюзи. Неужели ты что-то поняла, нашла, разузнала? Да не-не-не-не. Просто я так задавалась вопросом. Было интересно. Значит, разрушение против сбора информации, да? Ну, в зависимости от ответа на этот вопрос, нам придется изменить определённо свой подход. Да. Будет хорошо иметь это в виду. Они действительно сильно выросли. Ну, очень скоро мы всё узнаем, как майор сказал. Ладно, я пойду выигрыш возьму. И возьму вам что-нибудь выпить. Правда? Принесите мне бутылку сока. Эй. Я благодарю вас. Ну, хорошо, что сока, а не чуть покрепче. Скорее, например. Прошу прощения за то, что заставил вас ждать. Менеджер находится в гостевой комнате. Она находится в левом крыле. Так что, пожалуйста, направляйтесь туда. Понял. Так, конец левого крыла. Ну, что ж, тогда погнали. Да, запрос. От менеджера айподрома. Что же это могло бы быть? Я так и знал, что нам одно АП дадут за выигрыш. Если бы мы просрали, наверное, не дали. Ну, на самом деле, почему-то это было очевидно, что выиграет именно этот, не знаю, шаблоны. Мне что-то вот это подсказывало. Поэтому я и думал на это. И я вижу, вы... Почти... Да. Больше половины как раз тоже были за этот пятый вариант. Просто, ну, эта игра... Слишком шаблонная. Хотя, может, тут заскриптовано всё. И типа... Какой бы ты ни выбрал, он выиграет всё равно. Я пересохранился. Нужно было проверить. Ладно. И куда бы я уйду? Извверх. Наверное, вверх. Любой непонятной ситуации вабант на аутсайдера. Ага. Превозмогание, как всегда. Любят же японцы это делать. Ничего себе тут у них хорошо. Показалось, что это юэс был. Кому панцу? Без регистрации и смс. Интересно, когда эта игра выйдет на западе, там тоже вместо панцу будет всё чёрное, как в предыдущих двух частях. Причём во всех версиях. Ну, в смысле, для всех платформ. Хотя, я так, блин, так не проверил до конца в PS4, PS3 западной. Я ПК проверял. Так. О, вы седьмой класс, спецотдел. Хорошо, что вы пришли. Я тот, кто отправил запрос. Прошу прощения за ожидания. Не-не-не. Как бы, мы рады увидели прекрасную гонку. Ну, да, это было просто великолепно. Да, было интересно. Хотя, если бы я мог сам ставить ставки, то было бы намного лучше. Эй, менеджер, вы не могли бы сделать исключение из правил для меня хотя бы? Пожалуйста, наслаждайтесь наблюдением за гонкой. И как только вы станете взрослым, то весь персонал будет с удовольствием ждать ваших ставок. Господи. Да. Ладно, вы не против нам рассказать эти детали касательно запроса? Да, пожалуйста, садитесь на диван. На диван. Так. Ну и началось все. Чтобы мы услышали. Под айподромы, говорите? Да. Сотрудники сообщали о жутких звуках, исходящих из-под айподромы. После осмотра кажется, что там, похоже, монстры появились. Я не очень сильно отличается от монстров, которые обычно появляются на дорогах и в других местах. Да, но... Зачем вообще кому-то пускать монстров под айподром? Ну, на самом деле, видишь ли, под столицей довольно большая территория там. И это не нечто современное, как геофронт. Знаменитая череда туннелей. Нет, это знаменитая череда, собственно, туннелей из Среднего века еще. Да, и причем оно настолько огромное, что даже до сих пор полностью карту еще не создали этого места. Что, правда? Понятно, значит, и под... Под этим айподромом проходит это место. Ну да, обычно там ходить в эту зону не опасно, но... Последний раз, когда я сам как бы спускался туда, как бы действительно никаких признаков чего-либо опасного не было. Однако, некоторый персонал был напуган там рычаниями, звуками и так далее. Поэтому я связался с правительством сразу. Понятно. Тогда ставьте это на нас. Ну что ж, ребят. Готовы пойти проверить. Подземку. Да. Какой момент. На вас можно положиться. Ну что ж, тогда заботитесь об этом. И возьмите вот это. И мы получили ключ какой-то. Видно, подземки. Так, идите вниз по коридору. С правой стороны есть дверь, ведущая в подвал. Это довольно большая площадь, территория. Поэтому будьте очень осторожными. Понял. Ну что ж, пошли найдем. Эту дверь. Секунду. Блин. Ну что, Лайтинг, как ты? Доволен кисеке сегодня? Я вот думаю, что-то завтра делать в 5 часов. Стримить тоже кисеке или что-то другое для разнообразия? Да нет, кисеке. Потому что в воскресенье у нас кисеке не будет. Матвей, в чем дело? Что пошло, поехал. Квадраты. А-а-а. Внезапно. Ну тогда... Хорошее место, чтобы... Сделать перерыв. Потом пойдем дальше. Внезапно.